всем привет меня зовут вика давайте посмотрим новый расклад таро для мужчин скучает ли она по вам как всегда настраивайтесь на расклад для энергообмена ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями и смотрим каких энергиях вы пребываете вы такой вот светлый солнечный человек но к сожалению с грустинкой в глазах особенно вот вы были раньше до до событий которые вас просто сразили на повал что за событие разрушение разрушение причем до такой степени ну понятное дело с женщиной связанная так смотрите ребят вы настолько вот человек ну я не могу сказать да вы мужчина вот новые белые пушистый настолько вот можно из вас ведь веревки ну извините да настолько вот вы с женщиной когда пребываете в отношениях очень легко с вами управлять вы в принципе таким же остались но вот вы такой добряк который который слишком много позволяет другим по жизни вот вы позволяете из-за вашей доброты вот садится на шею вы позволяете другим борзеть это касается всего и на работе это касается там я не знаю жены и детей там бывших настоящих ну то есть всем окружающим вот именно знаете как говорят ваша доброта вас погубит не люблю конечно эту фразу но вот она очень четко описывает ваш характер вы человек очень такой вы в принципе вы легкий на подъем когда у вас вот есть мотиватор когда есть какая-то четкая цель до когда если ради кого жить но вы готовы просто горы свернуть вы опять же да вот не первый раз у нас в раскладах выпадает что вы живете сердцем и душой если другие люди живут умом логикой да вот рассудок нужно все просчитать расчеты и так далее вы полагаетесь именно на душу на сердце вот вы даже в отношения вступаете именно потому что вы любите человека вам не нужны вот эти вот какие-то одноразовые девочки вам нужно именно семья любимая женщина вы любите вообще по жизни стабильность вы даже может быть к вещам привязываетесь очень сильно вот в доме там есть какие-то любимые вещи которые очень дороги близки вам до женщина однозначно у вас разрыв произошел причем довольно болезненный для вас вы настолько болезненно это переживали у некоторых еще может проигрываться и сейчас такое состояние если особенно у вас там свежий недавний разрыв развод был вы скорее всего вот вы ушли с головой в работу вот довольно часто да вот эти моменты сигнификация повторяется но принципе потому что и зритель у меня я знаю уже постоянные на канале и в принципе категория мужчин одинаковая работа вот она реально вас стала выручать потому что но это можно было сойти с ума если бы еще не было работы у вас есть ну пара тройка такие близкие друзья с которыми вы можете пообщаться да вот как-то ну я не знаю посоветоваться да ну душу излить это обычно про женщин говорят но есть люди которые могут и помочь вам и поддержать да водка и словами делом и финансами но вот единственное что не ладится личная жизнь вот настолько как-то вы не стремитесь пока вот не стремитесь потому что вот осадок у вас остался очень сильный осадок после вашего разрыва давайте-ка посмотрим почему же все таки вот уточним вот я хочу уточнить почему вы не вступаете в новые отношения да вот вы боитесь обмана вы боитесь обмана потому что из-за обмана вот вы ну просто были ну как бы убиты наповал да вот именно обман но это стало вашим ну пунктиком как говорят да вот это ваше больное место не дай бог да вот кто-то еще обманет не дай бог кто-то предаст но очень сильный страх именно обмана потому вы и не спешите да вам посмотрите у вас однозначно вы человек души и сердца вы хотите вот в душе да на уровне мысли на уровне сердца вы хотите любви но это пока на уровне каких-то мечтаний желаний причем вот именно любви вам хочется настоящей любви вот как я говорила опять же это из расклада в расклад да вот переходит так смотрим дальше причем у некоторых кстати может проигрываться что вы несмотря на то что у нас прогресс да что век интернета даже может проигрываться что вы любите читать не вы любите познавать там какие-то сферы да вы интересуетесь какими-то вещами может быть там видео смотрите да ну то есть так вот вы всесторонне развитая личность какая женщина пришла к нам на расклад вот эти вот две карты знаете но здесь даже можно больше ничего не говорить женщина безумно любящая себя и женщина очень любящие деньги причем вот она их любит да но как-то нет не ускользают вот по жизни она всегда может быть даже и до вас еще знаете вы это или нет она всегда стремилась общаться встречаться вот с обеспеченными мужчинами плюс обеспеченными вот с выгодными людьми это может быть даже подружки по выгоде это может быть ну знаете как заводят знакомства там в больнице где-то в магазине чтобы какую-то выгоду иметь да без очереди там куда-то попасть еще что-то получить напишите в комментариях есть такой момент или нет поэтому женщина настолько вот она любящая себя что все остальные для нее это как будто рабы вот это так знаете вот низшие сословия низшая раса может проигрываться что она очень эгоистичного характера причем внешне вам скажу она внешне довольно интересное может быть и фигуристая она может даже моложе своего возраста выглядеть она внешне вот когда допустим на нее смотришь да вот люди думают что она такая вся на веселушка хохотушка она очень такая белая пушистая но когда с ней начинаешь поближе знакомиться когда ее начинаешь уже ближе узнавать вот тогда она уже зубки и показывает и вот в чем была ваша ошибка да вы тоже клюнули когда-то еще когда вы с ней знакомились вы клюнули на эту ее внешность на вот эту ее манеру поведения которые она всем демонстрирует что она такая вся добрая такая вся хорошая белая пушистая да вы тоже повелись на этот крючок вот она вас поймала как рыбак рыбку а потом она уже изменилась процессе вы и вот реально вот она стала более стервозной она стала более такой то ли агрессивной скандальной может даже проигрываться что у вас не был период когда вы даже может быть сами задумались что же с ней произошло куда же делась та девочка милая с которой я знакомился да что ты стала другая человек ну чуть ли не кардинально поменялся ну то есть у нее главное в жизни это она сама она это центр вселенной конечно же все должны кружиться вокруг неё и плюс деньги материальные блага какие-то подарки выгоды да вот довольно непростая дама смотрим как же она поживает да и не просто сейчас особенно вот у кого есть дети ей довольно непросто плюс даже может еще проигрываться что она с детьми но не очень хорошо находит общий язык она опять же она ищет мужчин как я уже говорила обеспеченных она хочет чтобы рядом всегда были ну уходячие кошельки причем вот она как-то так их используя знаете вот она знакомится с мужчинами и как будто вот она их тестирует да вот проверяет вот я своими словами пытаюсь вам вот объяснить да то что информацию я вижу вот она как-то их тестирует если она понимает что мужчина там ну допустим не достаточно богат мужчина как-то вот в чем-то и не подходит она так с легкостью ну как бы знаете вот как динамщицы еще называют она его как-то футболе так вообще без зазрения совести человек ну манипулятор она в принципе не поменялась вот как те кто из вас еще может быть холят лелеют надежду вернуться она абсолютно не поменялась она такой же манипулятор ши осталась она такой же эгоистка и любящие деньги и осталось в принципе особо личной жизни я вот у нее не вижу да у нее периодически попадаются мужчины но я не вижу чтобы у нее счастье и любовь была я не вижу что у нее в принципе даже по финансам я не вижу таких хороших доходов вот она ищет любви да вот она перебивается вот этими какими-то не не знаю случайными не очень случайными ну то есть ну не длительными скажем так связями вот по дьяволу у нее скорее всего это такие вот именно по выгоде да вот по деньгам чисто по ради интима вот какие-то связи такие но ей в душе и очень хочется любви вот она ищет любви она вот я вам скажу она скучает за настоящей любовью скучает ли она по вам да скучает смотрите она несмотря на то что произошло между вами она все равно считает вас единственным мужчиной который любил ее по-настоящему конечно она это не будет вам никогда озвучивать она я думаю даже может быть либо же никому не признается либо же самым таким близким там подружка может признаться в этом она прекрасно понимает что на данный момент вот вы один ее так любили так заботились кружили со всех сторон и и до делали все возможно невозможное все что было ваших силах после вас она не встретила подобного мужчину вот чтобы заменить вас хоть в чем-то да смотрите она скучает потому что у нее нет такого шанса она уже знаете она потеряла веру что у нее найдется такой подобный мужчина что она встретит такого мужчину вот как-то она под расстроилась из-за этого вы ее кружили вы ее холили лелеяли да вот ей хочется семьи она даже вспоминает она в каком-то смысле она ностальгирует за тем временем когда у вас все было хорошо да она скучает она понимает что все она понимает что как бы это конец плюс у нее еще состояние такого вы знаете тотального одиночества вот одиночество когда вот ты вроде бы в толпе да но тебя никто не понимает ты не можешь найти единомышленников ты не можешь найти родную душу вот именно среди мужчин причем еще кстати я вам скажу могут проигрываться проблемы у нее вообще с с окружающими она может может быть она часто ссориться с людьми она может часто ссориться с подружками она может ну знаете вот дозировано как-то вот им давать информацию о себе ну то есть чтобы сказать что у нее есть такой вот пусть единственный но верный друг или подруга да кому она может так излить всю душу вот я не могу да у нее есть там какие-то приятельницы но вот душу она навряд ли кому-то прям изливает вот одиночество однозначное она скучает да она тоскует но это не значит что она хочет вернуться давайте-ка проверим нет она она скучает смотрите она скучает за тем временем да вот за тем состоянием которое было у нее рядом с вами потому что очень часто люди потом жалеют именно за тем состоянием за отношением к ним она вот скучает именно за тем отношением любви да вот состояние вседозволенности которые вы подарили так скажем да вы много чего и позволяли много чего ради нее делали она просто борзеть начала и она вот скучает именно за той короной которую вы на нее одели а теперь которая больно слетела с ее головы потому что ну больше некому ее кружить она скучает за теми деньгами за теми подарками ради которых вы работали работали ну я сказала в поте лица работали чтобы ее чем-то побаловать что-то купить куда-то свозить на отдых может быть да ну то есть это может быть даже в мелочах у каждого свои доходы и понятно что золотом бриллиантами не каждый может баловать но вы баловали пусть как-то по простому пусть какой-то безделушкой да но вы старались и и побаловать и она сейчас скучает за тем вот состоянием именно что больше некому баловать да у нее там объедки вот этих мужчин перепадают да объедки жезлов да я бы даже назвала но это все не то она это прекрасно понимает а и хочется снова быть на коне и хочется снова рулить всем миром да стать той красоткой любимой которой она была с вами именно любимая делаю акцент потому что вы ее залюбливали вы ее задаривали вы ее забаловали но в принципе вы ее можно сказать и такое сделали да вот из благих намерений вы ее поменяли кардинально поэтому что имеем не храним потерявши плачем вот такой был расклад кому понравился ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями всем пока